Блокер Шерри Кот, Смиттер Коснов, Сморшиев. Они будут говорить, оппозиция, спасите нас, сверили, сливчики, что-нибудь сделайте. А сами что? Вот сейчас люди идут в стрим, смотрят чат и говорят, давайте, когда вы Майдан устроите, поставьте палатки там, давайте идите на штурм. А сами сидят и чипсы похрустывают сейчас на диване, под пивко. Вот когда выйдет всего 3,5%, достаточно 3,5%, чтобы любой режим самый авторитарный изменился. Для Беларуси это всего 300 тысяч. Причем не только здесь, а по всей стране. Поэтому необходимо организовывать группы в городах, организовывать подобные мероприятия там, а не только здесь. Должно быть децентрализованное движение. Иначе у нас все повторяется, все приходят сюда, собираются там 5-10 тысяч, потом люди похлопали, спели и разошлись. Необходимо, вот будет проходить совещание 26-го, новые формы протеста, будут решать, что как делать. Но самое главное, это поддержка народа. Потому что многие думают, что оппозиция, именно системная оппозиция спасет. Выйдет несколько десятков сотен активистов, и вот они изменят все. А мы остальные десятки, сотни тысяч будем лежать на диване, и все само как-то произойдет. До тех пор, пока народ будет так думать, неважно кто будет, Лукашенко, Лукашенко, Путин какой-то, все будет одно и то же. Пока народ не возьмет власть в свои руки, пока народ не будет контролировать своих избранников, депутатов, президентов, все будет оставаться одинаково. Потому что какого человека не избрали, он придет, он будет все равно наводить свои там порядки. Без контроля над властью, ничего не изменится. Спасибо. Я говорю, живи белорусы! Живи!